Кто таков Наполеон, как военный стратег? Олег Соколов у нас сегодня в гостях. Спасибо большое. Для нас это тоже большое событие, потому что хотелось бы услышать именно от вас о Наполеоне, как о военном стратеге, о Наполеоне, понять его без толстовских одеколонов, скажем так, с одной стороны. И, может быть, без вот такой предназначенности божественной, как у Дмитрия Сергеевича Мережковского. А посмотреть на него действительно, как на военачальника, не только которому клянутся, наполеоновский миф, а действительно, по сути, что в нем было, как у него было, как у стратега. Ну, для начала, Наполеон, как военачальник, появился в первую итальянскую кампанию 1796-1797 годов, когда он, молодой генерал, ему в этот момент было всего лишь 27 лет, он прибывает к армии, то есть 27 лет еще даже не исполнилось, он прибывает к армии, разутый, раздетый, 35 тысяч человек, против него примерно двойное количество неприятелей, пьемонцев и австрийцев, и никто не ожидает, что эта армия может что-то сделать, и вдруг начинается просто феерическая серия побед, одна за другой, одна за другой, это Монте-Леджино, Монте-Нотте, это Дего, это Лоди, и дальше Кастильоны, Арколи, Ривали, одна за другой блистательные победы. И в конечном итоге Европа, изумленная, смотрит на этого полководца. В чем секрет у этих побед? Ну, для меня здесь достаточно, можно сказать, скажу фразу Клаузица. Клаузица сказал такое, он сказал, что самый первый главный акт суждения, который должен принять полководец, это понять, принять войну за то, что она является, и не пытаться искусственно ее переделать. Так вот, это кажется элементарным. Кажется просто, да? На самом деле это очень важный факт. Цело в том, что, понимаете ли, когда начались революционные войны, ситуация полностью изменилась. До этого войны кабинетные, войны ограниченных, наемных, маленьких армий, которые сражаются за, в общем-то, очень ограниченные политические цели, за ту или иную провинцию, за смену того или иного наследования в той или иной стране. И, разумеется, эти войны не из-за того, что люди как-то по-другому жили вообще, а потому что цели войн ограничены. И нету в Европе ни острых идеологических противоречий, потому что примерно все живут в одном и том же монархическом мире. Нету острых религиозных уже противоречий, которые учитывали после религиозных. Уже, которые в 16 веке, да. В результате все примерно живут в одном и том же мире, а плюс-минус, понимаете, какая-то провинция, которая будет принадлежать там Пьемонту, или она будет принадлежать Франции, или она будет принадлежать Австрийской империи. В конечном итоге это дело 25-е какого-то разряда. Поэтому, естественно, армии сражаются в соответствии с этим. Они выполняют свой долг. Офицеры в соответствии с офицерским сословным долгом честью дворянской. Солдаты, потому что им за это платят какие-то средства, какие-то деньги, ну, в соответствии с каким-то кодексом чести внутри полка. Поэтому войны развиваются неторопливо. Армии обеспечивают хорошо на походе. Если их не обеспечивают, они просто разбегаются, потому что на кой черт ему служить, понимаете, в этой армии. Значит, стараются не вести боевые действия зимой в трудных условиях, а ведут боевые действия в относительно комфортных условиях. Обычно кампания начинается где-то в мае, в начале мая завершается, где-то в конце сентября и так далее. То есть напряжение борьбы не очень большое. Поэтому, соответственно, в соответствии с этим возникла огромная тяга к крепостям. Потому что крепости начинают играть важную роль. Понимаете, вы взяли один, другой город, это уже большое дело в ходе борьбы за эту провинцию. Значит, соответственно, очень важны пути коммуникации. Потому что если армия чуть-чуть не доест, солдаты сразу, значит, точно же начинается повальное мародерство, затем армия просто будет разбегаться. Поэтому, значит, армия чувствительна к коммуникациям, армия чувствительна очень к обеспечению. Усилия какие-то они могут сделать только короткие, только небольшие. На поле боя, да, все выполняют свой долг более-менее. Но вот до поля боя все, они не могут терпеть, они не собираются терпеть. То есть здесь появилась, если я правильно понимаю, появилась цельность войны. Некая цельность такая непрерывная, непрерывная, как вот итальянский поход. Это уже цельность и непрерывность войны, вне зависимости от условий. Нет, нет, не то, нет, не то, хорошо. Понимаете, и вот эта война ограничена, и, соответственно, в ней и ограничены стратегические, скажем, способы решения. Потому что бесполезно делать безумные усилия и бросать все силы ради того, чтобы, понимаете, два города для страны получить. Поэтому все действует ограниченно, с четким расчетом, и, соответственно, так и ведется война. А революция французская, когда произошла, и когда столкнулись два мира, две идеологии, возникла борьба ожесточенная за новый мир или против этого нового мира. Когда, с одной стороны, люди с криком «Да здравствует король, умирай!», с другим «Да здравствует республика!» с искренней верой, энергией, порыв. Но, интересный момент, генералы революции, они понимали, что у них какое-то в руках что-то новое, что-то новое мощное оружие. Но, когда они были на поле сражения, они дрались с безумной отвагой. Но, когда они оставались у себя в кабинете перед чистым лицом приказа, они отдавали приказы, все как бы в соответствии с старыми правилами. Нужно где-то какую-то крепость взять, нужно обеспечить барьеры из водного рубежа, нужно, значит, обойти где-то неприятеля. То есть, они не понимали, что судьба им дала уже не придворную шпагу в руках. Посмотрите, были два придворных кавалера, которые дрались шпагами аккуратно, так сказать, по каким-то фехтовальным правилам. И у них теперь меч, огромный страшный меч или топор, понимаете? Тут уже пытаться делать вот эти фехтовальные пассы, рапиры невозможно. Нужно рубить этим мечом или топором вовсю. А генерал, никто до этого акта, это суждение великий, акт суждения, не был выполнен. А Наполеон-то понял, война стала новой, она другая. И теперь нужно не только на поле сражения, там, положим, какая-то отвага и порыв, но порыв должен быть и стратегической комбинацией. Но уже не надо думать о том, понимаете, где там повозки подвезут, еду не подвезут. Это второстепенно. Он сказал, лентендант сви, интендантство за нами будет следовать. Грубо говоря, найдем еще пожар. То есть, самое главное нам что? Главное, победить любой ценой. Решить, что нам делать. Вперед, любой ценой вперед, ломить, драться, побеждать, форсировать войны марши. И, соответственно, удары, 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 громить живую силу неприятеля. Не плюс-минус один город, города черт с ним, они потом дальше падут. Мы должны громить живую силу неприятеля. В принципе, это очень похоже на своровские, так сказать, концепции, но более еще, на более высоком уровне. Отныне концепция войны, которую назвал Клаузевиц, а позже Дельбрюк, войны на сокрушение. Вместо войны на измор, как она будет называть Дельбрюк, то есть войны, ограниченные методами, за ограниченные цели. Война на сокрушение. И эта война на сокрушение, конечно, когда он ее начал вести, естественно, перед ней рухнуло, сразу посыпалось все, все эти кабинетные комбинации, которые предназначались для аккуратных войн 18 века. И я не хочу сказать, что Наполеон изобрел более лучший способ ведения войны. Наоборот, это страшный способ ведения войны, потому что, понимаете, были правила фехтовальные, тут вдруг началось махание топорами, двуручными мечами, так сказать, это гораздо страшнее. Но история перевернула уже страницу кабинетных войн. И хотели этого или не хотели, если бы не он сделал это кто-то другой, он сделал это первым. Он первый открыл этот новый тип войны, и он стал в соответствии с этим новым типом войны, значит, любой ценой марши, стремительная концентрация, удары с целью разгромить живую силу и любой цель. Вот теперь понятно, да, вот теперь понятно, теперь чем кто-нибудь другой вы говорите. Но Наполеон обладал и все больше и больше проявлял до определенного момента некую совокупность качеств, которыми он обладал, то ли врожденно, то ли способностью приобретать опыт и оценивать его. Вот эта совокупность качеств Наполеона с юных, в общем-то, рядом. Потому что мы знаем юных полководцев и более юных полководцев в истории, и французских полководцев тоже. Гостон-де-Фоа, 21 год. Да, а сколько было герцогу Ингиенскому, великому кондека? Тоже где-то так. Что-то даже поменьше, мне кажется. Ну, в общем, два сайна. Ну да, скажем так. Вот были люди, которые могли именно получить свои качества. Полководца от Бога. Да, полководца от Бога. Вот что именно в полководце было у Наполеона? Вот это он понял, прежде всего, вот это вот великие осуждения, которые он понял. А во-вторых, как очень хорошо выразился один, я уж не понял, кто историк, он сказал, что, хороший знаток Наполеонской эпохи, что Наполеон даже не понимал, как можно бояться на поле сражения, понимаете? То есть это полное, он там, он абсолютно в сражении, в армии. Когда он схватил знамя, повел на Аркольский мост, это вот для того, чтобы сделать это, в общем, ну, это, конечно, нужно полностью, чтобы атрофировались вообще всякие инстинкты самосохранения. Это не значит, что полководец должен в любую секунду бросаться. Наоборот, категорически, ведь полководец должен быть готов. Но он готов. И вы знаете, вот это сознание, как сказал Наполеон великолепно по поводу морской войны, он сказал так, Франция будет выигрывать морские битвы тогда, когда у него будут адмиралы, которые не боятся смерти. То есть не боятся смерти вообще, полностью от этого абстрагироваться. И харизма, огромная харизма заводить солдат. Кстати, между прочим, поэтому, вот так что очень много в наполеоновской системе войны строилось на личной харизме. Именно поэтому, скажем, в 1813 году и даже уже в 1812 году Наполеон будет не просто вести войну, потому что когда война расползалась в полном большом пространстве, где много корпусов, где он не может быть в каждый момент лично находиться, его армия стала слабше, чем она была там, где император. Потому что его присутствие, личное присутствие, оно играло огромную моральную роль. Он, добившись этого огромного... Но вот в Испании его отсутствие еще ко всему. Ну, в Испании это там вообще, кроме того, что его отсутствие, в Испании сказывалось то, что... Не то, что вот его нет в бою и ввиду этого маршала слабше, а то, что они между собой еще противоречат. То, что в Испании фактически не было единого командования. Он не осмеливался дать единое командование одному маршалу. Понимаете, мы должны все-таки... Понимаешь, есть определенные политические реалии. Наполеон все-таки стал императором совсем недавно. Он не мог себе позволить такого конкурента, понимаете, человек, который бы выиграл целиком войну в Испании. Ну, это с точки зрения политики, это было бы не очень правильно, наверное. Поэтому он не осмеливался дать командование одному маршалу. Взять, например, маршалу Сюше. Всех остальных попросить отдохнуть в Париже, а все командование в Испании дать маршалу Сюше. Возможно, это привело бы к победе. Но он думал, ну, ладно, пускай будет и Сюше, и Сульт, и Бесьер, и Марти, и они как-нибудь там... А так не получалось, понимаете? Нет, нет, не получается. Они постоянно между собой, они друг к другу вставали. Ну, это естественно. Это, кстати, что вы думаете? Что между русскими генералами были? Нет, ну, мы об этом. У нас целая, большая часть именно нашей серии передач, она посвящена и этому тоже была. На то и генералы, чтобы между собой постоянно драться, сопасно ставить. Ну, и на то и единое командование. На то и единое командование, чтобы это всё придавить. И когда был император, все действовали слаженно. Понимаете? Вот, например, в кампании 1805 года, я большой исследователь посвященную ульинскую манёру, меня поражает то, что все действуют как просто слаженная команда. Вот именно все чувствуют друг друга, прямо буквально нюхом чувствуют, что нужно делать. Вот всё это действует слаженно, и император, он там, во главе, и все знают, что он где-то здесь есть. И даже если в битвей он не был, а всё равно все знали, что он здесь, он рядом, он как бы давал силу. Мы говорили ещё о кабинетной войне, от которой Наполеон отходит, и здесь предлагают новое качество войны. Но всё равно вот именно, конечно, интенданство следует, но всё равно вот расписать и детализировать то, что думает и то, что предполагает Наполеон, это необходимо. И у Наполеона создаётся аппарат, ну, тот же самый Бертье, который, как компьютер, всё это дело приводит, визуализирует и конкретизирует. Да, кстати, вот перед русской кампанией только сейчас вышла моя книга «Битва двух империй» о подготовке вот этой борьбы, собственно говоря, причинах этой борьбы. Я там очень расписываю, как Наполеон эволюционизировал, он перед войной 12-го года, он огромную роль отвёл, скажем, в подготовке интенданства. И эта война вышла как раз самым неудачным образом, потому что он больше всего уделял внимание. Вообще он хотел всё расставить, он по своим местам и так далее. Кстати, вот здесь всё-таки, мне кажется, очень важный момент. Я хотел бы, наверное, сказать, всё-таки мы говорим о 12-м, о кампании 12-го года, два слова буквально о стратегической подготовке здесь, как Наполеон, как полководец. Дело в том, что император в 1811 году был совершенно уверен, что русские войска вторгнутся в Герцог с Варшавской, в маленькую часть Польши, которая была восстановлена. И как контр-мира он предусмотрел разгром русских войск на Висле. То есть фактически будущая кампания в его голове была построена, как разгром русских войск на Висле, они должны быть остановлены под Варшавой, он нанесёт стремительный удар с фланга и разгромит их под Варшавой. И для этого было предусмотрено всё, он продумал всё, он решил Первую войну, ну вот сделаю так, чтобы всё было, всё интенданство было организовано и так далее, а всё пошло как раз не так. А может, это ошибка? Ошибка то, что он так предполагал, что произойдёт война так. Может быть, слишком детализировано всё это было? Нет, ошибка вышла в другом. Он не сумел угадать то, что Александр изберёт другой алгоритм войны, что Александр от наступательной войны в конечном итоге примет решение не переходить границу русскую с герцогом Варшавским, что он в конечном итоге решит выманить Наполеона на удар на территорию России. А Наполеон на эту удочку попадётся, он клюнет, он войдёт на территорию Российской империи. Вот в этом главный просчёт. И как только это всё началось, всё пошло в тартарары, все подготовленные планы, это к тому, что даже гений, понимаете, может совершать... А вот такой важный момент, который есть, небольшой прыжок, мы ещё потом поговорим об особенностях Наполеона как военного стратега. Но если уж мы, скажем, собственно, о кампании 2012 года, имел возможность Наполеон действительно остановиться где-нибудь на линии Смоленска, остановиться, переждать, перегруппироваться. И вот теоретическую — да, а вот практическая возможность, как она иссякала. Вы понимаете, Наполеон, когда начинал так называемую русскую кампанию, я даже не хочу говорить поход в Россию, так называемую, потому что для Наполеона, ещё раз, предварительно, вот, собственно говоря, до мая 2012 года для него будущая война должна была закончиться на территории где-то недалеко от Варшавы, вообще никуда дальше он не собирался идти, разве что, так сказать, восстановить Литву. Но когда он увидел, что Александр Анатольевич всё-таки не двигается, а он уже не мог вот такую огромную махину, которую он перебросил вообще, из Валенсии войска шли, понимаете, с юга Испании шли, они из Голландии... Да, мы каждый день следим вот в нашей хронике. И вот, понимаете, махину этого не остановить, ну что же, он решил перейти границу, но перейти границу, какая была его задача? Он был уверен, что под Вильно будет сражение. Почему он был уверен, что под Вильно будет сражение? То есть через 4 дня после начинания похода будет генеральное сражение, в котором он одержится, крушительную победу, и на этом война закончится. Никакого ни похода ни в Смоленск, ни в Москву никуда не предполагалось. Почему? Потому что, вот об этом не говорят, Вильно был третьим городом Российской империи. Население Петербурга было более 300 тысяч, 425, если я не ошибаюсь. Население Москвы 272 тысячи, а население Вильно 56 тысяч. Больше, чем Рига 30 тысяч, больше, чем Киев 30 тысяч. Вильно это столица всего запада России. Наполеон был уверен, русские, если они стоят в районе Вильно, если они все стоят в районе Вильно, между Вильно и границей, ну это же, наверное, не из дурости полной, значит, очевидно, если они не решили перехать границу, значит, они будут оборонять Вильно. Значит, они будут стоять, и значит, они будут принимать сражение. Значит, они примут сражение. Тем более, что перед Вильно очень выгодная позиция. Там со стороны, как раз с западной стороны Вильно, там великолепные высоты, с которых, ну просто великолепная оборонительная позиция. И все те сведения, которые ему доставляли его, скажем, польские, так сказать, коллеги, товарищи, они все говорят о том, что русские примут битву здесь, вот под Вильно. Поэтому вся кампания, в приказах императора, можно видеть, что кампания 20-дневная, он предполагал. То есть, где-то 4-5 дней до сражения, генеральное сражение под Вильно, короткое преследование русской армии, возможно, удар по армии Багратиона, которая, по его мнению, будет обойдена, но только после разгрома главной армии Багратиона, это второстепенная задача. И никуда дальше он двигаться не предполагал. На этом будет война завершена, подписание мира, согласно которому будет восстановлена в той или иной форме Речь Посполитая. Вот, собственно говоря, его задача. И когда 26 июня, я говорю по новому стилю, на полдороге между Неманом и Вильно, он получил сведения о том, что русская армия отходит, это для него был шок, я думаю, самый главный шок этой кампании. Но он уже остановиться не мог. Понимаете, он 19 дней пробовал в Вильно, он не понимал, что дальше делать. 19 дней, представляете, император, это когда вообще такое было, он начал кампанию, 19 дней он стоял на месте. Ну, армия-то двигалась, продолжала операции, но он сам совершенно в растерянности находился в Вильно. То есть, он понимал, что же дальше делать. Ведь поймите, сзади, там далеко, Испания, где он держит одну треть всех сил империи. На территории империи одна треть всех сил. У него одна треть сил французских, значит, союзники. Он понимал, что сейчас, вот на данный момент, у него превосходство в силах. Но оно скоро уже... Оно будет иссякать. Оно будет иссякать, скоро будет превосходство на стороне русских. И поэтому, что делать дальше? Мы тоже сейчас остановимся на пять минут. Олег Соколов. Я напоминаю, у нас в гостях программа мы продолжим после новостей и рекламы. Гроза 12-го года. Мы продолжаем нашу программу о Наполеоне как военном стратегии. Олег Соколов у нас в гостях. Вот перед нами книжка «Битва двух империй» 1805-1812. Фестивизор можете посмотреть. И эту книжку, я думаю, что купить. Но сейчас... Значит, мы подошли. Вот это необычное для Наполеона стояние. Необычное размышление. Но вот можно шаг назад. И здесь, когда в самом начале вы говорили о совершенно новом характере войн. Вот это столкновение и революционные войны плюс войны наполеоновские, первые походы. В середине 1800-х годов Наполеон император, Наполеон всеми силами старается и входит вот в эту монархическую картину Европы. Он уже и мыслит, хорошо ли, плохо ли, но мыслит, как один из европейских монархов. Главнейший, но один из европейских монархов. Вот здесь не пропадает ли с этим и был смысл наполеоновских компаний? Ну, смысл, видите, он, естественно, он становится европейским монархом, но дело в том, что европейские-то монархи его таковым не совсем воспринимают, а самое главное то, что Александр I организует против него коалиции 1805-го и затем 1806-1807-го годов. И в сознании большинства французов, французских солдат, они продолжают защищать справедливость. Не пускай уже не революцию, нет, они защищают... Вы понимаете, вот дело в том, что даже в эпоху революции солдаты сражались, они сражались не то, что за какой-то вот там либеральный, буржуазно-демократический строй, они сражались за некую, какой-то новый, справедливый мир. И в их лице, в их, точнее, в их глазах Наполеон, это был их новым королем, народным, справедливым королем, королем бескрепостничества, королем, который позволяет очень много народу и который старается по справедливости вознаградить своих подданных, что, в общем, во многом соответствовало истине. И поэтому для французских солдат, для французских солдат-офицеров, они продолжают... Пускай это была не борьба революции с феодальной монархической Европой, это была борьба некой империи, где царит справедливость против тех государств, которые на нее постоянно со всех сторон нападают. То есть все равно подспудные хоть пяти там напечатанные, но тираны еще есть вот в каком-то сознании. Да, они даже... Как-то для них все равно вот император у нас другой. Он как будто император... Это, но другой. Но другой, да. Даже на монетах французских до 1806 года была, значит, император, а французская республика была. Французская республика, то есть оставалась даже, понимаете? Ну, в этом что-то римское есть такое. В этом, да, римский император республики. Даже вначале, собственно говоря, император республики. В слове потом империя, потом появляется императорская знать и так далее. Но при всем при этом эта знать все-таки была другая, и это все чувствовали и сами французы, и европейцы других стран. Поэтому... Здесь еще принятая формула император французов. Император французов, да. Потому что потом в июльскую монархию примут уже Орлеаны, примут король французов. Да. Вот в этом есть что-то. И от Карла Великого тогда... Франков, император франков, французов, то есть людей. Да. Это очень важно для императора. такую, я бы сказал, ну, это не рок-опера, но почти, Наполеон. И там есть такая песенка, где он поет, «J'assume tout de clovies à Rabespierre». Я вбираю все отходы и от Rabespierre. Я за все отвечаю. За все отвечаю. Отходы и от Rabespierre. И это, кстати, это, пожалуй, одно из самых великих Наполеонской империи, что отвечать за все, и за революцию, и за монархию, и за древнюю монархию, попытаться все это, и выдавать почетный легион, когда впервые император раздавал ордена почетного легиона, он раздавал их на щите, который принадлежал Боярду, и шлем, который, ну, по крайней мере, якобы Дюгес-Клен, знаменитый французским рыцарем. Вот. Ну, то есть, как бы, ордена, на которой была написана «Французская республика», выдавали из шлема и щита самых знаменитых французских рыцарей. Вот это вот все, как бы... То есть, он здесь преемственность, и вот мы видим, что очень странно, кстати говоря, французы реагировали, когда вот начались, ну, такие звукосветовые, не реконструкции, а звукосветовые спектакли, что почему это мы вдруг возвращаемся к Людовику XIV, и вот «Дом инвалидов», что это ведь оттуда идущие из других великих эпох Франции. У него было это осознание не только, что это не мы наш, мы новый мир построим. Да, мир новый, но он опирается на всю историю. Он опирается, да. И в этом, конечно, действительно, Наполеон выше на голову многих других политических деятелей, или, может быть, тысячи других великих политических деятелей. Вот здесь очень важно. Наполеон, оказавшийся снова, мы к этому вряд ли будем вот сейчас возвращаться в течение XII года, но Наполеон, оказавшийся обороняющимся, Наполеон к XIV году, оказавшийся на территории, собственно, Франции. Не вот этой огромной империи, а, собственно, Франции. И вот это ведь страшноватый момент для Наполеона, и как для монарха, и как для военачальника. Ну, без сомнения, да, но это уже другие силы, это уже другое совершенно ощущение. Вот интересно написал в своем дневнике офицер гвардии Физенсак. Он, когда перешел через Рейн в обратную сторону, он говорит, что вдруг у него было ощущение, ведь еще некоторое время ему представлялось, что вся Европа, это наш общий такой дом. Это вообще, он как бы солдат, офицер европейской армии. И вдруг он оказался опять снова солдатом Франции, который должен защищать Францию, житья от отражения всей Европы. И, ну, это уже другой совершенно, другая империя. Это империя, это снова империя, которая как бы на некоторое время даже где-то возвращается чуть-чуть к якобинской диктатуре, но это все очень быстро, это всего лишь несколько месяцев. Это последняя борьба, последняя героическая борьба, но которой, естественно, уже силы были слишком неравны. Что с Наполеоном, как с человеком, как с мыслителем, как с стратегом делает вот этот перерыв? 14-й год, 14-й, 15-й, вот Эльба. Понятно, что последующая и святая Елена, это будет и осознание, и рефлексия, очень важная и по отношению ко всей жизни. А вот здесь, вот этот перерыв, вот Эльба, что делает с ним, как с человеком, энергии его и с его мыслью? Ну, вы знаете, так сказать, он стал немножко еще более народным императором, потому что он сказал такую фразу, «Я никогда не видел столько благородства, как среди черней, и столько черней, как среди благородных». Вот эта фраза, которая возвращается с острова Эльбы. Он не осмелился стать совсем снова монархом революции, но он, в общем, явно, скажем так, полевел. Наполеон, который возвращается с острова Эльбы, это Наполеон уже фактически такой вот народной монархии. И не знаю, что было бы, если бы он победил при Ватерлоу, но, возможно, это была бы совершенно какая-то другая монархия, и она, по сомнению, была бы уже не европейская, а французская. Но было бы ли в соответствии с духом Наполеона, сложно сказать. Но, тем не менее, вот та монархия, которая была восстановлена в 1815 году, это было уже, фактически, это было временное такое некое правительство, потому что не знали, чем все это дело кончится, но это была борьба вот людей, которые верили вот этот принцип, я не знаю, принцип наполеоновский против всей Европы. Вот Евгения нам пишет, говорят, что Виллингтон победил Наполеона как тактик. Виллингтон как тактик. Вы знаете, дело в том, что при Ватерлоу, сейчас я немножко не думал, что мы будем говорить о Ватерлоу, конечно, немножко нас уводит вообще в другую сторону, но тем не менее, все-таки, что при Ватерлоу у Виллингтона было примерно столько живой, сколько у Наполеона, а уже в 12-13 часов дня подошли первые прусские корпуса и в конечном итоге уже ко второй половине дня вдвойное превосходство, причем одни с фронта, другие с тыла, понимаете, это уже примерно что-то против лома, а нет приема, что там как бы победил Виллингтон как тактик, если бы не было прусаков, то я думаю, что Виллингтона потом бы долго отлавливали где-то между Ватерлоу и Брюсселем, понимаете, и не выстояла бы его армия, несмотря на все сделанные ошибки, несмотря на то, что армия Наполеона битой при Ватерлоу, это была уже не та армия, которая не та армия, потому что был какой-то надлом произошел среди высшего генеральского состава, вот до русской кампании у всех было то, что Клаузи назвал полнокровное чувство победы, это абсолютная уверенность, то есть они шли куда бы они не шли, и даже если терпели какие-то поражения времена, это инстинкт победителей, и все чувствовали это, а вот начиная после 12-го года, не во время 12-го, а после 12-го года вдруг возникло, вообще-то нас могут разбить, и это вот как-то у генералов это вызвало другое, они немножко стали вести себя, появилась какая-то определенная осторожность, неуверенность там и так далее, но все-таки, все-таки, при всем при этом, при Ватерлоу столько было энергии, столько было силы во французской армии, что она разгромила бы этого Велингтона со всеми этими англичанами, так сказать, которые... Одна из моих любимых фраз, он не ученик Цезаря, у него за спиной лес, говорит, да, одна из любимых фраз, сразу выявляются и ошибки, и там, конечно, элемент великого случая, вся патетическая история Груши и Блюхера и того, что произошло, потом... Мне кажется, все-таки нужно вернуться немножко раньше, потому что мы куда-то к англичанам пришли. Понимаете, в чем дело? Я сейчас вот ход рассуждения довел до самого 15-го года, сейчас нам есть возможность вернуться. В стратегическое именно мышление Наполеона, принимать войну такой, как она есть. Вот такой вот русская компания так называть, война 12-го года получилась такой, как она есть. Как себя здесь проявляет Наполеон? Дело в том, что как раз он настолько не был готов к такой, потому что он был готов к народной, скажем так, к войне массовой, но он не был готов к походу в глубину страны, да еще к тому же, где, так сказать, враждебное население будет. Ведь он же готовил эту войну как война либо на территории герцогства Варшавского, с коротким преследованием, грубо говоря, разгром русской армии под Варшаву и затем просто преследование на территории Литвы или битва под Вильна, но в любом случае, вот когда говорит, вот Наполеон там безумец, он хотел идти в глубину России, он не хотел идти в глубину России. Вот я в своей книге на основе документов именно того времени, то, что писалось тогда, какие директивы писали французские командиры того времени, а не то, что потом придумывали на основе мемуаров, которые написаны через там 40-50 лет, понимаете? Вот, все директивы говорили о том, что это будет война, либо вообще, так сказать, принимают атаку русской армии, либо короткая атака на территории, внимание, на территории, где полностью население было за Наполеона. Потому что рапорты, так сказать, русских командующих, которые находились на территории Литвы, они говорят, что там вообще брожение сплошное, и что эта территория будет там не то, что нам не верна, а там везде будет сопротивление. Конечно, здесь будет, это было еще вполне разумно. Это не поход в какие-то далекие, там, понимаете, пространства, тем более, что вообще Москва не фигурирует ни в одном приказе, ни в одной директиве, которая исходит вот на наполеонском штабе там в конце 11-го года. Когда появляется? Москва появляется первой, вообще она появляется только, так сказать, уже тогда, когда французские войска где-то подходят к Витебску, но еще это вообще она как-то так вот мельком. А реально решение о движении на Москву принято только в Смоленске. Вот когда он не смог, потому что после Вильна, ага, так, после Вильна он был уверен в генеральной сражении под Вильна и победа, мир и все. Но когда это обрушилось, он решил, нет, все-таки, все-таки где-то я догоню эту русскую армию, так или иначе я ее поймаю. Ждать было, невозможно и опасно. Невозможно ждать, да, невозможно и опасно. И вот до Смоленска он шел с надеждой, вот где-то будет битва, будет она под Витебском, под Смоленском, но битва будет и опять все, конец, после этого закончено. И вот в Смоленске, когда он увидел, что битвы это так и не было, и тут у него возникла мысль, послушайте, но они все равно не хотят, наверное, принять битву, быть может занятие вот уже недалеко, там сколько там, 350 километров от Смоленска до Москвы, вот занятие до географической точки, может быть, это решит. И вот здесь это уже все, это уже полный просчет, он, конечно, уже, так сказать, здесь уже ясно было, что Москва это как объект стратегического воздействия не слишком удачный, но русская армия отступала к Москве, поэтому он шел за русской армией, поэтому он... Собственно, здесь, что такое вот именно в этом плане, в котором мы сегодня рассматриваемся и события, что такое здесь Бородино? Бородино, в принципе, для меня это сражение, где русские солдаты сражались с необычайным героизмом и французские солдаты сражались с необычайным героизмом, где обе армии сражались с редким отчаянием, блистательным мужеством, лобовое такое столкновение, которое французы... Ну, вот знаете, как иногда вы сравнили, вот матч, да, вот французы выиграли 5-4 на последних минутах, что называется, вот они сдвинули русскую армию, так, ну, это не что, это победа, такая песня, нужно было 5-0 выиграть, чтобы решить участь компании, понимаете, 5-0, они должны бы разгромить, и тогда бы, действительно, царю ничего бы не осталось, он подписал бы мир, но они едва, 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 вот они взяли русские позиции, оттиснили русских на километр, так, обливаясь кровью, обе стороны потеряли огромные потери, ну, сейчас мы знаем, что русская армия потеряла несколько больше, чем французы, порядка 44-45 тысяч против 32-33 французских, но все равно с обоих сторон потери были огромные, обе армии были в крови, так сказать, так сказать, вот, но это не решало участь компании, то есть он выиграл тактический бой, но фактически он проиграл компанию, потому что он не смог использовать последнего шанса, который ему давала судьба, больше шансов у него не было, и вот я в своей книге Армии Наполеона написал, что в 15 часов 7 сентября 1812 года, когда Наполеон решил не давать гвардию в бой, в свою, так, он потерял, проиграл не только компанию в России, он потерял свою империю, и он фактически проиграл все. А он двинул бы гвардию, было бы 6-4, не равно. Было бы 10-4, было бы 10-4. Да, он бы, если бы двинул гвардию, я думаю, что вот на основе того, что вот, конечно, это мое субъективное мнение, кто-то другой, но на основе того, что я знаю о состоянии русской и французской армии к этому моменту, все-таки я занимаюсь этим 30 лет, вот, я чувствую, что обе армии, они выложились полностью, и русские и французские солдаты выложились полностью, и уже все устали настолько, что едва могли двигаться, так сказать, так, а у Наполеона было за ним 18 тысяч лучших солдат Европы, которые рвались в бой, если бы он только дал сигнал, и они пошли в бой, то за ними вся бы армия поднялась в этом, так сказать, чему не дал? Потому что, это мы сейчас знаем, в каком состоянии были армии, а что мог видеть Наполеон, Наполеон мог видеть только, так сказать, дым затянуто, это все огромное поле, кроме того, например, у русских в тылу стояло московское ополчение, которое фактически стояло просто, вот их задача была стоять как массы, так сказать, это было не войска, которые могли что-то решить, но они создавали, вот он мог в подзорную трубу видеть какие-то массы, есть резервы, черт его знает, что там за резервы. А насколько он боеспособный, это никто не может знать. Он не знал, что это московское ополчение, которое не было совершенно, и так далее. И интуиция здесь не сработала. И он мог предполагать, что где-то еще прячутся еще резервы, а у них еще вдруг огромные резервы, он даст в бой гвардию, он уже понимал, так, победа 5-4, да, это не то, но все-таки это победа, а тут, черт его знает, там вылезут какие-то резервы, и мы проиграем. То есть у него создалось, вот как потом, вот вы говорили, что создалось у военачальников наполеоновских, такой неполная уверенность в победе, в всегдашной победе. А здесь создалось ощущение, мало того, что он далеко зашел, но еще что-то неисчерпаемое перед ним. что-то перед ним неисчерпаемое, и вот это вот, понимаете, он очень колебался, и вот тот момент, когда он уже, вот уже вроде почти решил создать гвардию, маршал Бесер тихо сказал на уху, Сир, вы находитесь в 800 лье, то есть 800 лье, это значит 3200. 800 километров от вашей столицы. От вашей столицы. То есть подумайте, подумайте. Здесь и остаться без всего. Вы останетесь без всего, потому что это опора, это, так сказать, костяк армии. Но, между прочим, при отходе они сыграют свою роль. Ну да, но тогда бы отходить не пришлось, понимаете, если бы, так сказать... Кто знает, как это все. Но этого никто не знал, потому что мы можем судить сейчас. Мы не можем сказать, что Наполеон ничтожный полководец, потому что он не отдал этого приказа, просто он не мог знать того, что знает сейчас любой историк, который оценивает там положение, так сказать, численность тех войск, которые оставляли... Сколько мы в истории знаем таких, когда блестящие полководцы, замечательные полководцы не понимают и не ощущают там собственного своего... и значения победы, им кажется. Сколько отходили после явных побед 12-0, скажем так. Сколько люди отходили, отходили, сколько это было, столетнюю войну тоже самое. Отошли, когда была полная разгромка. Вот. Теперь, чтобы успеть, вот самое главное, а Москва, вот он входит в Москву, входит в Москву, и в Москве случается все, что случается. Для меня Москва, это самое вообще, как бы вот здесь он был разгромлен, именно в Москве, не на Бородинском поле. Ну, это когда говорят победа, понимаете, при Борнии, вот я помню, что в детстве я во многом увлекся на поленовской эпохе, потому что я вот, не знаю, у нас когда ребята подерутся, вот кто ушел с поля драки, он обычно и был проигравшим. Мне никак было не понять, как это вот можно... Это классика, да. Это вообще классика любого столкновения. И одержать моральную победу или какую-то тактическую... Ну, почему нельзя признать, что мы сражались героически, но чуть-чуть, вот чуть-чуть нам, ну, пришлось уйти. А вот в Москве, когда Наполеон вступил в Москву, понимаете, во-первых, он, то, что жители ему покинули Москву, это шок уже. Это еще один шок России, так сказать, Москва пуста. Второй пожар, который начался. И вот в этом пожаре, понимаете, если бы в городе остались жители, как это было в Вене, в Мадриде, там, в Берлине, кстати, обратите внимание, Наполеонская армия вступала в Мадрид, ну, уж в Мадриде испанцы еще более горячие люди, чем русские, так сказать, какая была ненависть, так сказать, положим. Но они не уходят ниже. Но они не уходят из города, они не сожгли, французская армия в идеальной дисциплине вступает в Мадрид, идет с сомкнутыми рядами, полный порядок, и вот это впечатление вот этого массы армады, вступающей, в идеальном порядке, строгая дисциплина соблюдающая, производит впечатление, понимаете, даже на горячих испанцев. Поэтому Наполеон ожидал, что он вступает, также в идеальном порядке войска, жители, пускай, может быть, стиснут зубы носа, сидят дома, внимательно на это смотрят, чувствуют, насколько эта армия сильная, и постепенно он налаживает отношения, как он считал, с московскими боярами. Но при этом ведь, Наполеон, даже в пустой Москве пытается поддержать порядок. Да, но дело в том, что когда зажгли, когда по указу растопчена, так сказать, во-первых, уголовник, которые были выпущены из тюрьмы, офицеры полиции, которые зажигают Москву, а теперь это уже, ну... Вот она, пожалуйста, вот война без правил. Война без правил, это тотальная война, это абсолютно тотальная война. Но это продолжение того, чтобы... Это продолжение, продолжение еще, новый шаг, да, от войны массовой, к войне уже тотальной, вот это же война тотальная. А он, понимаете, вот он один-то уровень поднялся, на следующий, на войне тотальный, он до этого уровня не хотел подниматься, он не хотел. И вот он совершенно... Но самое главное, понимаете, вот с этого момента солдату никак было невозможно объяснить, понимаете, вот если жители были в городе, если кто-то полез в дом, значит, он грабитель. Его, так сказать, взяли, арестовали. Может, его и не расстреляли, но, по крайней мере, могли, а могли и расстрелять, понимаете, и так далее. Поэтому солдаты вели себя обычно в столицах очень и очень тихо, и спокойно, и корректно. А здесь, понимаете, Москва пылает, люди заходят в дом, и даже если офицер говорил, что вы делаете, остановитесь, они говорят, слушайте, капитан, да мы ничего не грабим, мы берем, понимаете, если людям это не нужно, то, что там они жгутся, а нам-то оно нужно, понимаете, нам пригодится и поесть, и попить, и все прочее. А в результате, значит, полная, так сказать, армия пришла в полный развал абсолютно. Она в течение нескольких дней уже грабила, она уже перепуталась в этом пожаре, причем там остались же 10 тысяч примерно остальных солдат от русской армии, и эти уголовники, все это вместе, это был такой хаос, так сказать. Гвартия не грабила. Грабила, как и все. Грабила, да, все грабили, да это невозможно было удержать, просто невозможно удержать. Понимаете, такие богатые дома, в них никого нет, их зажигают, причем хватай быстрее, потому что тут же вот мужики, поскольку зажигают дома, это не в человеческих силах. Это провоцирующая ситуация. Это провоцирующая ситуация, и ничего не может сделать. Приказы сыпятся один за другим, прекратить, остановить, распорядиться, и ничего невозможно. Вот только когда Москва уже прогорела, когда они чуть-чуть постепенно вели порядок, Джея была поражена. Вот она была, понимаете, у солдата до этого, грубо говоря, была мысль о чести, отваге и доблести, а теперь у него мысль о том, как утащить то, что у него в Ранске теперь сложное. Да, я еще раз вспоминаю, действеннейший отрывок, как жалко, что не законченный пушкинский отрывок Рославлев, там французский офицер пленный говорит, когда нет, Пушкина, это ответ Загозкина, это дивная совершенно вещь, там немножко сбоку все сделано. И там французский пленный офицер говорит, когда Полина возмущается, вот зажгли Москву, он сказал, он не мог этого зажить, это самоубийство. Конечно. Он не мог не знать, чем это кончится, это зажег не он. Вот в этом пушкинском отрывочке это вот лаконично именно то. Да, Москве все, пожар Москвы, это каостров, это все, это гибель Наполеоновской империи, именно здесь, в Москве, и была решена участь Наполеона на его империи. Да, скорее всего. Но какие выводы мы можем сделать? Ведь, ну, может быть, глупо коротко говорить о наследии Наполеона, потому что, конечно, Наполеон повернул и военную мысль невероятную. А наследие Наполеона это весь XIX век, это и в частности и Мольтки, понимаете, и Скобелев, Скобелев, кстати, наш величайший генерал, он не просто, я нашел, но несколько дней назад фразу, которая была просто потрясен, генерал Скобелев о Наполеоне. Я вообще был удивлен, что, оказывается, полностью анализ отношений между Наполеоном и Александром, Скобелев полностью подтверждает то, что я говорил и писал в своих книгах, он подтверждает о том, что действительно Наполеон предлагал Александру действительно потрясающую комбинацию, и он не очень понимает Скобелев, почему Александр этого не принял и пошел по пути, который в конечном итоге привел к тому, что Россия и Франция передрались, а между ними возникла страшная ощетинившаяся сталью штыков Германская империя, которая потом дала и тем, и тем, и другим, в то время как Наполеон предлагал Александру мир, союз и возможность, перспективу развития России в сторону Константинополя, вплоть до Константинополя. Вот. И, значит, Скобелев, кстати, это вот ученик Наполеона, кстати, в открытую это говорил, что он, он, что Скобелев учился в парижском пансионе, он великолепно, он для него французский такой же, как русский, вот, и Скобелев в своей, так сказать, деятельности боевой, это, конечно, вот, скажем так, ученик Наполеоновской школы, так же, как и многие другие генералы, великие 19 века, русские, немецкие, французские. и развитие собственных качеств, вот тогда и получается и Скобелев, и многие другие. Спасибо большое, Олег Соколов, Наполеон, как военный стратег.